Уже второй раз проводится военизированная эстафета среди силовых структур и органов власти. Соревнования в первый раз показали, что подготовка боевого состава Брестской области и сплоченная командная работа всегда положительно влияют на результаты, от которых зависит не только дружеская атмосфера в коллективе, но и качество защиты границ нашей страны. Поэтому состязание решили сделать ежегодным. И вот, спустя два года после окончания эпидемии, связанных с коронавирусом, мероприятие возобновилось. Изначально это была идея нашего губернатора, для того, чтобы действительно сплотить коллективы силовых структур, для того, чтобы они почувствовали плечо товарища, и были два года назад придуманы такие состязания. Ну, здесь в первую очередь, наверное, мы ставим целью не победу какой-то команды, а в первую очередь цель этих состязаний, чтобы люди встретились, чтобы люди увиделись, пообщались, поделились опытом, потому что сегодня, к сожалению, огромное количество задач у каждого ведомства, и вот в такой атмосфере встретиться и пообщаться бывает очень и очень сложно. Чего ожидаем? Ожидаем победы команд. Команд, я думаю, органы власти прежде всего должны показать результаты. Результаты будут интересными. А как вы думаете, что дает эстафета участникам этих соревнований? Эстафета участникам дает прежде всего сплоченность, сплоченность команд, командную работу, командную работу на один результат, который сегодня важен для нашей Родины. Волнение у каждого участника бесспорно присутствовало. Оно и неудивительно, ведь каждый из них готов был показать максимальный результат своей команды, как итог, отстоять честь своего подразделения в целом. Участвуем уже не в первый раз на этих соревнованиях. Стала добрая традиция, что второй год подряд нас приглашают. Это, на мой взгляд, замечательное мероприятие, которое позволяет представителям всех силовых структур нашего прекрасного города, нашей области показать свои знания, навыки, умения, а также показать подрастающему поколению традиции и кем нужно быть, кто такие настоящие мужчины и к чему нужно стремиться. Пограничники всегда готовы. Мы те люди, которые постоянно выполняют боевую задачу на границе с 20 часов предыдущих суток до 20 часов следующих суток без остановки, в режиме нон-стоп. Поэтому для нас подготовка была, ну, может быть, лишний раз в дозор сходили для того, чтобы размять мышцы. Подготовка к эстафете, в принципе, это наша и есть ежедневная работа, то, что мы выполняем в повседневной своей службе. В эстафете мы участвуем, наша команда участвует уже второй раз, я участвую в первый раз. В прошлый раз команда заняла призовое место. ПЕСНЯ Учащение насилок с ранеными, перетаскивание шин, разборка автомата и многое другое. Участники около двух часов соревновались рука об руку и прошли целый ряд испытаний, демонстрируя свою выносливость, сноровку и командный дух. Еще раз доказывая, что наши силовые структуры, в каком бы подразделении ни служили, достойные сыны нашего Отечества, способные защитить и команду, и Родину. Этапы мы старались сделать тоже достаточно интересными, не сложными в своем выполнении. И интересные, где важны не только какие-то там мастерства, а обычная сноровка, то, что в жизни человеку каждому может пригодиться. Первым этапом, например, у нас является попадание мячом футбольным в футбольные ворота. Да, они маленькие, да, они недалеко расположены, но когда присутствует волнение, когда присутствует чувство коллективизма, ответственности за результат команды, здесь вот и проявляются какие-то человеческие качества, которые каждый должен показать. Значит, из военизированного мы в этом году вставили разборку автомата, сегодня это тоже актуально, сегодня мы и детей в школах готовим. К службе в вооруженных силах, ну и посмотреть, чему обучены взрослые, тоже будет не лишним. Семь! Пять! Хорошо! Шесть! Семь! Восемь! Все команды продемонстрировали выдающийся уровень подготовки и согласованность действий. Но, как известно, победитель всегда один. И на этот раз лидерами военизированной эстафеты стала команда из военного комиссариата Брестской области. Виктория Гапутина, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста. Семь! 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 Семь!